с большим удовольствием снова выхожу в прямой эфир сейчас одену маску смотрю которую мне выбрать конечно же какие-нибудь приятные очки люблю эту маску в очках такая милая похоже на профессора далее на привет привет да с большим удовольствием хочу пригласить сегодня в эфир мою гостью мою знакомую новую по instagram я уверена что этот эфир будет интересным да и на добрый день добрый 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 привет привет хорошо тебя видно отлично так отлично и я хочу представить тебя сегодня у меня в гостях да привет привет всем привет кто присоединяется новая как я говорю новая знакомая но надеюсь знакомство это будет у нас вечная елена с которой мы познакомились благодаря инстаграм да привет привет там у тебя на заднем фоне благодаря инстаграму да я вижу что границы мои в моей географии разбиваются расширяются и знаешь как как вот фраза такая мир без границ вот я сейчас понимаю мир без границ лена живет в хабаровске поэтому плюс сколько там 7 плюс 7 по москве но тем не менее мы нашли возможность пообщаться тема у нас очень хорошая и актуальная это то что как можно заработать и можно ли заработать в интернете поэтому лен я с удовольствием послушаю твою историю и думаю будет полезно моим тоже подписчикам друзьям и задам тебе несколько вопросов хорошо да 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 значит скажи пожалуйста я правильно понимаю что ты сейчас зарабатываешь благодаря интернету благодаря инстаграму да я сейчас немножко представлюсь и расскажу где я зарабатываю как вы же сказали что я в хабаровска я сетевик со стажем я называю сетевик со стажем я сетевик больше наверное у меня стажа в традиционном да то есть в оффлайн методах а в онлайн методе я начинающая я жена мамочка двоих деток то есть я не такая что просто сижу дома в носу ковыряющий и только в интернете вот поэтому как говорится полный комплект всех вот и около года назад я для себя ну знаешь наверное как это сейчас с мужем смеемся игры мы готовились к самоизоляции около года назад я прям вот знаешь как какой-то внутренний голос или внутреннее чутье прям меня направила в онлайн потому что ну я верила за этом реально будущее я была предыдущая то есть у меня продуктовая компания и мне было жалко тратить время на дорогу проводить встречи в городе в кафе я понимала что я часов три-четыре провожу в дороге я думаю блин я да за это время могла бы столько всего сделать в онлайне только я не знала да как это плюс там знаешь там ну если как говорится кто работал на земле и понимает когда ты обзваниваешь по холодным контактам меня уже какой-то момент аж начал тошнит при слове с холодные контакты их обзваниваешь они говорят да мы придем на встречу ты полдня потратил на дорогу приехала они не приходят на встречу и мне вот до того было жалко моего времени думаю я уволилась из найма для того чтобы быть со своими детьми для того чтобы быть со своим мужем да побольше времени а получается что я один найм поменяла на другой на другой точно да то есть и я все равно не была свободна в каких-то своих действиях в своем времени я уезжала в офис блин к 11 у нас офис 11 открывается и приезжала в 9 вечера думаю вот это я поменяла поменяла точно да да девчонки привет наташа рада привет привет да вот и меня было до того жалко вот этого времени я думаю вот бы мне такое вот чтобы я могла и дома быть и доход у меня был и вот какой-то инструмент чтобы я могла свою компанию развивать через социальные сети и вот таким образом то есть получается я искала информацию и я прям четко видела и поняла что инстаграм это рабочий инструмент мне очень понравился инстаграм у меня был опыт в фейсбук у меня там бизнес страница и группа то есть и я там прямые эфиры свои первые на фейсбуке тренировалась то есть проводила но меня все-таки наша прям меня тянуло в этот инстаграм я тебя понимаю магнитила туда потому что сама тоже очень долго отодвигала инстаграм и понимала что ну что-то там такое вот что-то там магическое точно да 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 и вот год назад я прям для себя это четко поняла если сейчас этим не займешься то потом может быть поздно и когда у меня знаешь наступил такой момент когда знаешь вот это чувство сомнения какое-то что-то между умных и красивых начинаешь метаться вот и мне вроде бы нравилось то где я была и вроде бы мне уже вот это направление нравится да то есть образование обучение вот это вот все такое вот окружение другое я для себя понимаю но она же никак друг другу не мешает да то есть можно же это все совмещать какая ты крутая спасибо наташа да да то есть что это все можно совмещать но как бы меня не поняли что это можно совмещать вот и тогда мне муж просто сказал Лена вот делай то что тебе нравится а он увидел как меня вот это захватывает весь вот этот онлайн мир плюс он увидел что я дома наконец-то нахожу наконец-то то есть добавилось плюс три часа в домашнем да в домашней обстановке вот и конечно он говорит ну я же вертвижа как тебе это нравится занимайся тогда этим и все то есть его слова были вот знаешь вот как это вот красную черту таки подо всем подвели и я такая вот у меня просто знаешь есть такой принцип когда с тобой говорит мужчина с тобой разговаривает бог и вот думаю ну как бы через него идет информация все вот это красная черта я приняла его позицию и я вообще так благодарна что я приняла его позицию откинула все страхи и сомнения и пошла в этот новый мир онлайн слушай как здорово прям тебя понимаю потому что созвучно у меня тоже был момент выбора и муж мне тогда сказал что ты теряешь сделай вот так и ты понимаешь что я сделав так сколько раз он мне говорил ну вот видишь а ты бы так тогда бы так вот была бы а ты вот сейчас вот так я тоже вот слушаю прямо твои слова вот действительно наверное с нами нам в уши вкладывают то что вот должно дойти до нас какой он молодец надя ну да да ну на самом деле я молодцы вот и мы молодцы то есть мы умеем слушать и умеем принимать это правда Леночка ну скажи и вот ты сейчас приняв его вот мужа позицию ты все ты перешла сюда с головой правильно вообще с головой то есть я знаешь ну как бы когда там не приняли мою позицию я просто для себя приняла решение сжечь мосты то есть вот прям сжечь мосты то есть знаешь как есть такое решение чем ярче горят мосты за спиной тем светлее дорога впереди вот и я просто сжигла мосты чтобы меня ничего ну это знаешь как вот я была в компании которая занимается занимается бадами и в определенный момент я понимаю ну анализ окружения как раз был конец 2018 года проводила анализ то есть своего окружения и вот вообще года да то есть как год у меня прошел я думаю кто у меня в окружении то есть я хочу зарабатывать деньги а как это простое упражнение да проанализирую пятерых в твоем окружении сколько они зарабатывают это твой средний доход да да в окружении раз 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 больные хромые с паразитами с онкологией блин с тем семь пятым десятом она зачем козья баян мягко скажем и я хочу дохода я хочу больших денег когда меня окружают больные люди думаю надо с этим срочно что-то делать в 2019 году надо с этим срочно что-то делать начинаем по-другому ну конечно да ну и как бы знаешь перед новым годом запрос отправила и тут же и помню блин по он то ли двенадцатая то ли тринадцатый января артем нестеренко проводил первый вебинар по большой игре и я блин в два часа ночи он же поздно их проводил в два часа ночи смотрела вебинар утром быстренько проснулась там оплатила эту большую игру думаю это то что мне надо вот это то что мне надо Лена у нас Надя спрашивает да Надя у нас спрашивает а онлайн окружение считается или только близкие оффлайн считается окружение любое оффлайн и онлайн каково вы смотрите на ютубе каких блогеров вы смотрите в инстаграм какие книги вы читаете потому что книги можно читать развивающие а можно какие-нибудь романы читать которые тебя никак не развивают вот это все считается окружением здорово здорово ну то есть мы с тобой говорим о том что вот опять таки плюсом стало то что Артем пришел в твою жизнь через большую игру через продукт правильно просто я для меня это созвучно потому что я пришла через лигу чемпионов для меня это было вообще что-то отпад башки когда вдруг с ноля мне пришлось сидеть где-то в кустах и записывать первые сторис когда я вообще не вообще этого не делала и понятие контент план это было наверное что-то космическое ну у тебя крутой вход был получается через бойлерную да 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 и потом и потом и потом понеслось то есть да для меня тоже система вот система прорыва так называемая да потом вот она лига чемпионов большая игра и прорыв это вообще такое значит действительно прорывное наверное ты тоже это прошла как прорыва вот ну у меня у меня пошла большая игра потом то есть январь большая игра но это был были эти первые два модуля и еще мы стартовали только в марте то есть я январь и февраль я еще изучала то есть те модули как говорится в спокойном темпе в феврале у меня прорыв я покупаю годовую лицензию на прорыв в марте у меня большая игра потом сразу лига короче у меня в прошлом году как закрутилось завертелось вот и это было для меня значит такое что-то новое клевое кайфовое и я прям кайфовала и драйвовала в тот момент в принципе по всей идее вижу вижу мне нравится слушать твои книги Лена а это вот мой участник моего телеграм-канала где я читаю книги спасибо Наташ за обратную связь Лена это ты расскажешь потом про эту еще сторону твою потому что это для меня прямо вот открытие я уже сегодня два раза это услышала думаю дай спрошу у тебя да так и мы говорим о том что прорыв помог тебе вот действительно вот он ворвался и помог тебе прокачать себя ну ты наверное была готова к тому что вот к изменениям к бойлерной к таким вот новым каким-то раскруткам тебя или все-таки пришло не знаю насколько я была готова к этому вот ну просто я задолбалась в сидеть в той жопе в которой я сидела я из меня зовут французский вот потому что ну молодая активная мой лидер без титула внутри кричал и рвался наружу а мне каждый раз понимаешь тышь по башке тышь по башке сиди вот достигнешь определенного статуса вот станешь таким-то там директором тогда будешь рот раскрывать а сейчас делать то что ты хочешь и вот то что тебе говорят а не то что ты хочешь понимаешь ну блин ну я же человек вот почему я должна сплясать под чью-то дудку блин то есть я человек который хочет проявлять себя таким каков он есть то есть такая какая мне природа матушка задумала и потихоньку то есть я какую позицию выбрала я позицию выбрала отойти немножко оттуда то есть там где я была то есть того окружения с той компании то есть как бы дистанцию дистанцировалась да скажем так и пошла в прорыв то есть по полной то есть у меня было три чемпионата одновременно плюс би плюс лига то есть я обучалась я прокачивалась плюс как бы Артем всегда ну вот как бы знаешь такие вещи говорит которые вот прям созвучны со мной то есть вот прям что вот это свое свою уникальность да то есть раскрыть ее демонстрировать ее показывать я такой я же вообще же блин надо же правда же себя показывать чего я кого-то там буду показывать и вот как бы шаг за шагом то есть я просто раскрывала как говорится значит то что спало где-то там глубоко и видимо я просто была к этому готова и прорыв помог то есть основной прорыв у меня как раз он и случился вот в конце мая когда я кардинально вообще сменила имидж вообще кардинально все поменяла приняла решение развиваться в прайде и послала всех глубоко и надолго и сказала есть я бренд имени Елены Бойко все основной меня не колышет и принимайте меня такая какая есть я да такая креативная такая вот энергичная такая вот я я это действительно слушай прямо любовь любовь к себе у тебя вот я чувствую она настолько знаешь знаешь вот как бы она она такая вот правильная у тебя вот она она действительно искренняя это это дорогого стоит здорово Лена спасибо за такое зеркало благодарю да да потому что знаешь многие изображают это пытаются показать но оно действительно вот оно оно на лицо классно я очень рада спасибо вот про деньги про деньги ну давай про деньги про деньги да я люблю про деньги говорить ты знаешь деньги же нужно полюбить чтобы они начали к тебе приходить потому что мы все хотим денег а сами боимся и живем с кучей страхов да страх остаться без денег ну особенно допустим сейчас в нынешней ситуации да а за что а что мне а что мне заплатить за квартиру а что мне купить поесть то есть с какими мыслями ходим то и имеем во внешнем да то есть я просыпаюсь на сегодняшний день с мыслью а как я могу создать сегодня деньги какой у меня есть инструмент а остальное меня не волнует то есть я понимаю что вселенная если я задаюсь вопросом как я могу создать на сегодня свое финансовое изобилие значит у меня будет и на покушать и на кредит заплатить и на квартиру заплатить то есть вопрос какие какого волка ты кормишь всегда говори какого волка ты кормишь с какими мыслями ты просыпаешься и с какими ты мыслями засыпаешь вот это самое важное но моя история про деньги то есть мы же когда приходим в сетевой бизнес в онлайн бизнес ну и в принципе я наверное ничем не отличилась в этот момент от любого человека который пришел в прайд да то есть ну не только потому что в прайд там а в сетевую компанию и я думаю сейчас я вот в онлайне напишу несколько постов пару раз выйду в прямой эфир и я же такая классная уматная и вот как мне посты заявки и вот как все будет круто где где да где я готова да идите да 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 ну знаешь как бы получилось как мой инстаграм очень преобразился да я стала получать что у меня даже изменился голос у меня появился блеск в глазах то есть вот эти вот внешние изменения люди отмечали конечно спрашивали что я делаю я делилась что я делаю где я обучаюсь где я продвигаюсь да придя в прайд там где-то по-моему первую неделю или две недели ну точно уже сейчас не помню я открыла бинар я продала большую игру одну вот то есть у меня по моему доход был где-то сто двадцать три долларов ну что то такое ага вот буквально на старте что я делаю то есть да то есть какого волка кормим привет 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 все кто присоединяется я начинаю знаешь как бы ой ну что то вот я же в онлайн пришла то за большими деньгами ну что то сто двадцать три доллара что то такое вот по моему и чё вот а когда я буду большие деньги получать и то и все понимаешь я настолько убила вот этот результат что мне вселенная сказала ах не ценишь маленького ну тогда не получишь и большого и у меня за вот период с июня месяца по декабрь когда у меня второй партнер подключился было всего там несколько таких незначительных продаж продаж я уже потом ну там лига где-то большая игра то есть ну как бы вот так вот ну да 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 милости вот ну я как бы да то есть принимала думаю ну хотя бы результат какой то есть а потом я думаю блин лила ну ты же сама не оценила этот маленький результат почему ты хочешь большого и я просто то есть понимаешь у меня как вот я ну мы с тобой уже сегодня говорили про трекер да то есть мы потом попозже про него говорим то есть у меня в трекере есть один из пунктов это благодарность утренняя благодарность я ее прописываю я каждый день благодарила за то маленькое что у меня есть понимаешь и когда ты начинаешь что-то благодарить ценить то что вот это маленькое тебе дается начинает давать больше оно вырастает да вот как знаешь Да, и оно получается, что когда вот я не оценила свой маленький результат, да, да, нужно оценить, вернитесь туда, где вы не оценили, прямо у самой себя попросите прощения, что не оценили тот маленький результат, и начните заново, то есть просто делать действия и благодарить за то, что имеете. Вот, и получается, что потом вот, когда, знаешь, ты делаешь, 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 и у тебя, у меня бац, блин, ну, то есть у меня даже в шапке профиля, по-моему, за 5 дней 448 долларов, то есть, понимаешь, это был мой прорыв, то есть вот оно прорвало за 5 дней 448 долларов, я знаю, как это сделать, да, то есть сейчас у меня каждую неделю где-то 300 долларов, то есть оно стабильненько, стабильненько падает, я говорю, это хорошая прибавка к пенсии. У меня муж военно-пенсионер, я говорю, у нас хорошая прибавка к пенсии. Да, да, да. Поэтому, поэтому, что касаемо дохода, я буду всегда Артема цитировать, империя не строится быстро, да, это все равно, что построить замок из песка, ветер дунул, волна пришла, замок смыло, но когда ты строишь империю, бизнес-империю, ты должен ее строить основательно от фундамента, да, то есть, а фундамент это наши мышники. По-другому не пишут. Супер, супер, прямо вот это, говорю, прямо аж энергия денег, вот я вот чувствую ее, вот она тут нас всех осчастливила. Друзья, кто сейчас смотрит наш эфир, кто будет смотреть записи, я думаю, что вот есть смысл к Лене зайти в Инстаграм, на ее аккаунт, подружиться с ней тоже, посмотреть, какие она там сторисы, какие прямые эфиры проводит и вообще почитать ее посты. То есть, очень-очень цельный человек и действительно столько много… Ну, дальше, Лен, я говорю, наверное, не случайно люди встречаются, то есть, когда готовы общаться и принимать и понимать друг друга, то в этот момент и встречаются люди. То есть, не секрет, что мы с тобой тоже случайно встретились, но, по-видимому… Случайно, абсолютно, да. Это, знаешь, как ты вначале сказала, что на сегодняшний день у нас вот социальные сети, они стирают границы, то есть, и вот от этого так кайфово вообще, блин, что не важно, сколько тебе лет, где ты живешь, в какой стране, в каком, блин, городе, как говорится. А если знаешь английский, это дополнительный бонус, я пока не знаю английского. Я тоже, я только себе даю эту задачу, что я буду учить, я буду, ну, это знаешь все, буду, типа, когда-то. Да-да-да-да-да-да-да-да. Знаете, что придет время и выучим английский, как говорится. Вот как раз к действиям. Давай поговорим про то, что ты тоже мне сказала такую фразу, она… я ее знаю, и все знают ее. Но действовать, действовать и еще раз действовать, да? Вот что для тебя это, Лен? Ну, знаешь, для меня действие на сегодняшний день, это равно мотивация, да, то есть, я когда пошла в большую игру, в пятый поток, вот это было в конце ноября, пятый поток у нас был, и там был упакован внутри бонус от Артема мышления миллионеров. Ну, так как это моя тема, я же понимаю, что нужно работать с головой, вот, и я, то есть, начинаю, то есть, прослушивать все эти видеоуроки, то есть, по умышлению миллионеров, и где-то я слышу. Артем говорит, то есть, если вы в своем бизнесе не имеете стабильного дохода тысячи долларов, то забудьте про мотивацию, то есть, вот, вот, просто забудьте про нее. У вас должно быть действие равно дисциплина. Да. Я такая, знаешь, вот меня вот это цепануло, вот прям цепануло, потому что дисциплина хромала, то есть, дисциплина хромала, а действие немного, наверное, знаешь, не догоняло, а не то, что не догоняло, были не структурированы, то есть, не структурированы были. Что делать, как делать, когда делать, то есть, вот такие моменты. Все, то есть, как только, знаешь, вот, Артем это сказал, ты начинаешь это в голове переваривать, тут же обучение от Саши Фортельного, да, наше внутреннее, ну, в празднике. Да, да, да. Саша Фортельный тебе, тыщ, 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 все раскидал, что надо делать, блин. Точно. В этот же, в этот же вечер, то есть, не откладывая на завтра, на послезавтра, я сажусь и делаю трекер, это мои бизнес-действия, то есть, ну, не только бизнес, здесь у меня утро, мое ритуальное утро расписано, и здесь у меня уже бизнес-действие. Вопрос закрыт, понимаешь? Встала, посмотрела, что делать, в ежедневнике расписала, что в какое время делаешь, вечером себе галочки поставила, что сделала, и тогда вопрос не к наставнику, вообще к наставнику вопросов ноль в этот момент. Потому что есть чек-лист, есть чек-лист партнера, и есть мой трекер действий. То есть, если я чек-лист не изучила, и по трекеру я ни хрена не делаю, простите меня, какие вопросы могут быть к наставнику? Я же ему скажу, наставник, почему у меня дохода нет, почему у меня денег нету? Я сама делаю, почему у меня нету? Помоги, помогите мне, поддержите меня, скажите мне что-нибудь, да, подуйте мне. Да, вот, поэтому для меня действие, это вот это действие, то есть действие, которые, знаешь, ведут к цели. К результату тоже. Да, то есть есть цель, ну как цель, наша большая амбициозная цель назовели, там МЦП, наша мечта, цель, план, то есть вот это вот, вот эти все моменты. Когда это все есть, ты понимаешь, мы даже, знаешь, сейчас вот на женском марафоне проходили тоже вот этот момент по планированию, когда люди не умеют говорить «нет» другим. Да. Да, то есть, а вот это же пожирает твое личное время. Сразу вопрос, то есть, это ведет к моим целям? Если не ведет, сразу, досвидули, досвидули, все. Нет. И без обид, и без обид. Да, да, да. И без обид, у них некогда заниматься вашими вопросами, то есть не надо все ваши дела на меня делегировать, все, досвидули. Все, это радость, и ты вообще тогда в этот момент без вообще, без угрызения совести, потому что ты понимаешь, где твое, и все. Многие считают, это теперь зависит от наставника, он должен, да, сказать, кнуть пальцем. Ну, тогда этим людям нужно идти работать в найм. Вот тогда там руководитель, это наставник, он пришел, тебе сказал, какой отчет нужно сделать, какой текст написать, какое что-то. То есть, ну, вы сами себе представьте, вы пришли в бизнес, вы пришли в бизнес, то есть вот ко мне пришли сейчас партнеры, и я, что ли, должна им говорить, какие посты писать, какие сторисы выкладывать, какие прямые эфиры проводить, что ли? Ну, это смех. Мы приходим, когда в бизнес сетевой, мы приходим в свой бизнес. Все, как это мы будем ждать от кого-то какой-то указявки? Нет, это тогда не бизнес, это тогда просто поменяли технику, как это, знаешь, способ наемного работника. Ну, вот о чем ты говорила, что ушла с найма и начала тоже ездить и двигаться и делать, как бы, те же вещи похожие, но как будто бы свободное, как будто бы не в найме, да? Да, да, да. Надежда пишет, а себя никто не анализирует. Это что? Надя, еще поясни, что это. Потому что, как же это по-модному-то называется, ну, в общем, когда мы сами себе умеем задавать правильные вопросы или открытые вопросы сами себе, да, это же всегда может быть очень больно, да, то есть чтобы сам себе ответить на какой-то вопрос. А мы не хотим себе сделать больно, поэтому и не анализируют, потому что мы хотим себе сделать больно. Вот и все. Молодец, молодец. Так, да, ну, скажи, пожалуйста, вот у меня, поделись, если можно, а что у тебя записано вот в твоем трекере, вот в разделе утро и в разделе бизнеса? Вот так, просто на слух, если можно. Ну, можешь какие-то упустить? Вот, нет, да, вообще любое могу прочитать. То есть утро, это у меня зарядка, но здесь зарядка, я выбираю. То есть либо там у меня это пилатесы вот у нас из прорыва я делаю, вот, либо это уксисайз у меня, либо я иду ходить 10 тысяч шагов на стадион. То есть, ну, как бы здесь я сама выбираю, что мне хочется сегодня. Да, да, да. Обязательно благодарность. Благодарность. У меня вот отдельный блокнот, куда я пишу свои благодарности. То есть это у меня ритуально, то есть это утро моё ритуально. Здорово. Что-нибудь, какой-нибудь ролик для вдохновения, либо музычку послушать, что-нибудь такое. Чтение. Чтение, ну, вот, про чтение я читаю вслух. Я читаю вслух для телеграм-канала, ну, то есть для себя и для телеграм-канала. Почему я читаю вслух? Потому что это помогает работать, разрабатывать риторику, чёткость звука. Когда, знаешь, я посмотрела свои видео год назад, я посмеялась. У меня косила рот, я как-то на бок разговаривала вот так вот. У меня нет, у меня открывался рот, я разговаривала как-то вот так. У меня зубов даже не видно было. То есть, понимаешь, я иногда сжато через губы разговаривала. То есть я даже не могу сейчас это повторить, потому что уже рот разработала. Уже всё. Да, да. Вот, и именно поэтому я читаю вслух. И мне потом, даже когда я хожу на стадионе свои 10 тысяч шагов, думаю, что я буду кого-то слушать. Я слушаю иногда свои же, то есть свои же наработки слушаю. А, себя же, да? Да, себя же. А какие книги берёшь? Книги беру, ну вот у меня сейчас на канале «Лидер без титула», «Нисс Сулин» и «Мужчина с Марсом и женщина с Венером» мы читаем. Вот. Здорово. Каждый день какую-то главу, наверное, да, прочитываешь? Да, да, каждый день. Хорошая идея. Стараюсь каждый день, конечно, стараюсь каждый день, но бывают и перерывы. Вот «Мужчина с Марсом и женщина с Венером» даются вообще тяжко. Так оно почему-то тяжело читается. И я прямо не хочу к ней возвращаться. Ни сты я проглотила, не знаю, наверное, дней за 5. А вот это оно мне тяжко даётся. Ну, думаю, ну я тебя всё равно дочитаю. И люди, понимаете... Я её читала два раза. Два раза читала и тоже вот... Герой два раза её читала. И люди, которые на канале, они меня мотивируют дочитать эту книгу до конца. То есть есть вопросы по мотивации, потому что я же не могу их оставить без следующей главы. Значит, мне надо читать. Ну да. Классно. Сама себе придумала и сама себя ещё это, да? Да, 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 да. Вдохновляет. Обязательно у меня утром медитация на 20 минут на открытие денежного потока я делаю с утра. А вечером сейчас вот у меня медитация по раскрытию сердца и любви. Это хорошая, да, хорошая медитация, здорово. Да, отличная идея. Да, моя идея с книгами многие поддерживают, поэтому пользуйтесь. А потом, то есть утром у меня информация в бизнес-телеграм-канал и информацию выложить в личный телеграм-канал. По бизнесу, потребление контента обязательно. Обязательно обучаться, без этого никак. Дальше работа в инстаграм, то есть это касание, исходящие, комментарии, то есть работа с комментариями. Пост в инстаграм, встречи обязательно, да, то есть без этого никак. Сторисы запланированы, прямой эфир, однозначно. То есть, ну вот я сейчас стараюсь как бы, чтобы два прямых эфира, утро, вечер, чтобы было. А, ну, дурно. Марина, ну, написать мне, что ты не знаешь, как узнать подробнее про медитации. У меня платы и медитации, я их покупала. Вот. Не могу сейчас на слух сказать, у кого, на 10490 рублей, но могу скинуть аккаунт, где покупала, и мне они прям заходят, эти медитации. Здорово. У меня Надежда тоже спрашивает про медитацию, так что к тебе Надежда еще обратиться, Лен. Да, да, девчонки, да, напишите, я скину аккаунт, где я, то есть, это покупала. И отдельно, видишь, я никогда в чек-листы писала, прям писала, чек, чек, выписала себе сюда еще чек, какой у меня чек, чтобы я могла это видеть в конце, на каждый день. Я тоже вела, вела, вела тоже табличку такую, что прямо сделана она была по дням и по месяцам, что сколько я сегодня заработала, и я когда записывала, ну, даже пусть там, условно, там, 10 долларов, ну, будем в долларах говорить, да, там, там, 12, 15, 50 все, когда в конце месяца, ты знаешь, я посчитала, а почему возникла тема, что вроде как денег не вижу, где они там. И так я так подвела черту и такая, ой, так а деньги-то еще и были, да, а все вроде денег нет, не видим, да? Тоже такая тема. Они есть, они приходят, только, да, вот мы их не видим и можем не оценить в нужный момент. Да. Слушай, здорово, трекер твой, конечно, тоже, вот, идея суперская, как в книге, это, вот, видишь, как ты делишься, и Вселенная тебе вернет обратно еще, хорошими новыми партнерами. Ой, да, все принимаю, принимаю, всех принимают. Принимаю, принимаю, да. Ну, и, наверное, самое последнее, то, что, что бы ты пожелала, Лен, вот, тем, кто сегодня смотрит эфир прямой, кто будет записи смотреть, вот, возвращаясь к теме нашего эфира, что в интернете можно зарабатывать, и вот твои пожелания, пожалуйста. Ну, знаешь, я вот очень люблю желать осознанности людям. Вот все-таки вот, когда ты находишь в осознанности, то ты в этот момент можешь рефлексировать, задавать вопросы сам себе, да, ты можешь адекватно оценивать ситуацию вокруг тебя происходящего, да, ты можешь немножко, как мой муж говорит, заглянуть за угол и посмотреть, что тебя ждет в будущем, да. Я люблю очень говорить, когда, знаешь, люди в найме, которые находятся, они говорят, ну, вот я сейчас работаю, потом пойду на пенсию, и тогда займусь каким-нибудь сетевым. Я говорю, знаешь, время-то уходит, ты когда-нибудь потом займешься, решишь заняться сетевым, а тебе уже в тот момент начислят пенсию в 12 тысяч рублей, принесут квитанцию на оплату квартиры, и живи ни в чем себе не отказывай. Вот это называется заглянуть за угол, да, то есть понятно, что мы находимся в моменте здесь и сейчас, да, то есть как бы не думаем о плохом, да, как говорится, но ты позаботься о своем будущем. У тебя есть прекрасно лет 10 для того, чтобы к пенсии выйти обеспеченным человеком. И вот это я называю осознанностью. Еще я люблю желать, чтобы люди снимали розовые очки в том плане, что не, как вот, знаешь, когда только нас посадили на карантин, это было в апреле, да, или в конце марта, это последние часы. Март, конец марта, да, 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 все такие, да ладно, ничего. Ничего страшного, две недели посидим. Я в тот момент прям пост написала, люди, снимите розовые очки. Америка несколько месяцев сидела на карантине. Украина до сих пор, ну, тоже с Америкой на карантине. А что-то Россия будет всего две недели сидеть на карантине. Так что снимите розовые очки, увидьте возможности, которые есть возле вас. Есть инструменты пошаговые, пожалуйста, приложение Прорыв, в котором ты можешь степ-бай-степ. Вот у меня Мариночка здесь лайкосики кидает, моя девочка, умничка. Она купила приложение Прорыв после Акулят. Вот прошла Акулят. А, Акулят. Купила приложение Прорыв, пошла в Акулу Инстаграм за неделю, плюс два консультанта в команде, и чек 24 тысячи рублей. Это когда надо человеку, понимаешь? Когда она находится в осознанности, и когда она думает, что у нее двое детей, что у нее муж, что она хочет отдыхать, ехать, и она делает действия. Она мамочка в декрете, но при этом она находит время для того, чтобы ей сделать фотоконтент, для того, чтобы вот она машет ладошечки ее, для того, чтобы ей сделать фотоконтент, для того, чтобы ей отвезти заказ потом своим любимым клиентам, чтобы ей написать пост, выйти в прямой эфир. То есть все возможно, когда ты хочешь. Вот-вот. Первое решение уже скорее, потому что Лена настолько сейчас заряжена, она вот как паровоз идет, поэтому надо вот это, знаешь, как всегда, вот когда есть локомотив, то надо вагончиком выстраиваться и успеть вот этот путь преодолеть вместе, потому что... Лена, ну сейчас у нас вообще грех не зайти в партнеры, особенно клиентам, блин, за 200 долларов. А сегодня еще акция, сегодня еще акция партнерства идет по специальной цене, кстати, на минуточку. И, Марин, поэтому принимать решение можно очень быстро, вернее, нужно очень быстро и осознанно. Правильно, Лена? Вот, поэтому у меня всегда желание одно быть в осознанности. Вот, ну, вот по-другому никак. Знаешь, знаешь, причем осознанность какая должна быть? В этот момент ты должен вытащить все бананы из ушей, снять розовые очки с глаз, да, то есть и находиться в осознанности, да, чтобы слышать и видеть те возможности, которые к тебе приходят сегодня. И когда мне говорят, что денег нет, я не поверю, что денег нет, потому что я сама проходила эти этапы, когда мне надо было, я находила. Вот, 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 сначала наполните свою голову, потом голова наполнит твой кошелек, мой девиз, супер, люблю тебя, я поддерживаю твой девиз. Вот, вот, чем мы занялись, в принципе, да, у Рика, год назад, начали наполнять свою голову. Да, 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 то есть все все равно идет от головы, можно до бесконечности говорить про сердце, про открытость, про то, что любим людей, все, но когда башка, извините, не догоняется. Да, 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 поэтому, слушай, Лен, я вообще настолько воодушевлена и благодарна тебе действительно искренне за такой эфир, за твоё полезность, за открытие, за откровенность, потому что иногда мы, ну, я говорю про себя, я нахожусь тоже в таких моментах каких-то подъёма и спуска эмоционального, но когда видишь рядом в окружении появляются люди со стержнем, со своим видением, то ты понимаешь, да, что и этот стержень же у тебя тоже есть, и видение это есть, просто в какой-то момент бывает, что на второй план уходит, поэтому очень благодарна. Друзья, кто, помашите нам, вот, кто смотрит прямой эфир, отправьте сердечки, это будет знак благодарности Леня. Эфира, спасибо, моя дорогая. Да, надеюсь, что мы будем ещё дружить, ещё будем проводить прямые эфиры совместные. Будем дружить с семьями, конечно. С семьями, да, Лена. С удовольствием приду к тебе в гости, как позовёшь. Ну и на сегодня, наверное, будем на этом завершать. Спасибо ещё раз. Света, ну, вы же мои хорошие. Спасибо, девчонки. Принимаем все ваши сердечки. Я тоже, Рика, тебя очень благодарю, что ты позвала меня на прямой эфир. У меня была возможность поделиться моей историей. Я, конечно же, тебя ответно приглашаю в свой эфир. Буду рада услышать твою историю, да, потому что, знаешь, на сегодняшний день мы можем много чего говорить, писать, да, посты, но когда всё-таки ты подключаешь душу, сердце, глаза, эмоции, расскажи свою историю через какие-то какахи, которые мы проходили, да, потому что кажется, что мы такие вот вау, позитивные эмоции, тра-та-та, блин, девчонки, я сегодня ночью спать легла в 7 утра, потому что мне от моей лимонно-имбирной водички меня неделю так крутит и колбасит, блин, что я в прямые эфиры в ту неделю выходила еле-еле, понимаете? Но при этом я понимаю, что у меня есть ответственность перед людьми, да, то есть за те, кого я приручила, на моих телеграм-каналах, на моих, в моих чатах, моих там в чате мастер-классы, то есть я не могу бросить людей, потому что я уже ответственность взяла за это. Поэтому, девчонки, всем осознанности, да, то есть и всем хорошего настроения, и самое главное знать, для чего вам это нужно. Поставьте свою большую амбициозную цель, и всё у вас будет. Всё, пока-пока, благодарю. Пока-пока, целую, и всего доброго, кто будет смотреть записи, рекомендую. Сохрани, пожалуйста, эфир, я его скачаю, потому что мне этот эфир нужен на моём YouTube-канале. Хорошо, хорошо, Марина. Всё, пока-пока, Марина, пока-пока, Надя, и кто был сегодня на эфире, кто тоже участвовал, но молча. Да, девчонки, всё, всем пока-пока. Пока-пока, пока.